привет мой дорогой друг в этом видео ты увидишь самый необычный стамбул моими глазами я объездил его на самокате долю поперек попал туда во время лукдауна когда нельзя было выходить попал в снегопад и покатался на сноуборде в самом центре видел как катаются машины и после этого я отправился на кормилушку в карте Плев за батик Паудер посмотри это видео до конца и присоединяйся к нам в следующее путешествие поехали допрос с пристрастием остановили меня короче копы догнали можно сказать кричали мне вслед я сначала сделал вид кому не слышал хотя понимал что ко мне обращается откуда чего куда а я еще отель не вспомнил свой сразу меня обыскали карманы рюкзак чё такое вид на жительство проверили по базе пробили в общем все ок гуляем дальше до своего отеля я нашел это мой друган на сегодня отлично есть я не умею ездить если что кстати подмазок какие задние передние вообще нет на электрическом скутере никогда не ездил да да а 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 и а а и и а и и и Привет, котик. Дроп, поехали. Оп, еще один дроп. Экстремалим. Главное, чтобы он не развалился. Мы в Голландской башне. Ездим на лифт. Играя- serе ongoing. Что-то объявляется. Вот они, мои красавцы! Субтитры создавал DimaTorzok Позвонили с паркинга на ресепшн, я оставил визитку на окне, что я из такого отеля. В общем, попросили, там что-то надо подвинуть машину, и мне прайс назвали 200 лир за сутки. 200 лир, Карл, откуда так прайс? Мол, легковая машина 100 лир стоит, а вот большая машина Каравелл стоит 200 лир. Как это вообще? Откуда такая цена берется? По размеру такая же, как легковая, только выше. Пришел я тут, какой-то мелкий сидит в цешке в мэрине, говорит, да, я парковщик, перепарковал мою машину, мы с ним поторговались и зарубились на 250 лир за две ночи. Говорит, оставляй мне ключи, что-то не очень хочу ключи оставлять. Говорит, давай, он ладно, говорит, забирай ключи, но давай мне сотку сразу. Хорошо, я говорю, но выписывай мне чек. Все, чек выписал мне. Куда я его делал? Ладно, похер. И садится в мэрин и как, бля, тапку в пол он сжимает, чуть ли не дрифтит по этой брусчатке, но чуть-чуть дрифтануло. Я такой думаю, слава тебе, по-сподише, я тебе ключи не оставил. Да. Слава был, детка. Приколист. Приколист. Пальмы, снег, собор святой Сибири. Приколист. 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 не уезжать я решил задержаться на завтрак такая погода причем снег валит очень хорошо да мне надо ехать до картипе кататься это два часа но сейчас может оказаться намного больше главное вообще выехать из старой части города потому что история может немножко обледенеть тут все на летних резинах в общем завтракаем вкусненький сытненький завтрак хлопушки и вот такой вот наборчик сам выбираешь я абсолютно сам кроме вот этого вот это все добро сам вот они прилетели на кружку залепила нишка я грибу снег лопатой все фоткаются и играют снежки это очень круто все очень это я не понимаю зачем я уезжаю на самом деле сейчас пойдем кататься на стамбуле у меня появился большая проблемка я потерял болтик что и и и Машинка Кока-Колы встряла. Ну что, вот сейчас, кажется, начинается самое интересное. Я покатался, там образовалась очень большая пробка из-за того самого грузовика Кока-Колы. Туннель под Босфорским проливом. Чуть-чуть не наехал, у меня от печки телефон перебрелся. Я боюсь сейчас пролететь поворотом, но я встала и я вытащила его в окно. Сейчас поеду сразу забукаюсь и поеду кататься, сейчас узнаю, что к чему. Как говорится, обзоришка отельчика. Кстати, очень даже неплохой. Я бы сказал, очень даже хороший. Мастер на все руки, зафиксил крепу, все, кататься можем. Едем вкатывать. Очень вкусно выглядит лес. Сейчас я поеду его раскатывать. Сноусерфинг. Класс. Сноусерфинг. Класс. Укатываем. Уху-ху. 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 Есть. Это круто. Вот это сноусерфинг. Уху-ху. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так назовем два из них, три из них основных. Один подъемник идет вот к отельчику. Он снизу, он супер короткий. Вот и русские встретились. Это основной подъемник, самый длинный. Там чуть покороче бугельный. Это креселка, кстати, на три человека. Еще одна креселка на два человека, ведущая на эту часть горы. Плачет эти небольшие. Прирайверов здесь мало. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Очень круто получилось, что я нашел этих безбашных чуваков. Я их сразу заприметил, потому что они как ненормальные просто носились по этому паудеру с открытыми куртками, без масок, в шапках. Вот. Сначала я отнесся так себе к нему. Я подумал, отмороженные какие-то чуваки. Вот. Ну, так и оказалось. Но чуваки реально прикольные оказались. И дело в том, что они здесь работают и живут. И получилось довольно-таки очень весело и круто. Сейчас они пошли, видимо, работать. Ушли. Больше не будут кататься. Кстати, я хочу заметить. Катались на досках, а не просто максимально каких-то древних, старых, выигравших ботинки, потрескавшиеся чуть ли не с дырами. Музыка Нормально. Отличный лес. Мне нравится. Музыка Ну что, я круто покатался. Но надо ехать домой. Закупился сейчас очень высокую шоколадку. Ехать мне 470 км. Это я сейчас хочу доехать до Эспарты. С моим посевом, может быть, дальше домой поеду. Но, наверное, я останусь в Эспарте. И завтра покатаюсь еще на Довразе. Но хотел бы я вам показать одну прикольную штуку. Музыка 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 Козлики! Доброе утро! Музыка Небольшой просвет! Музыка а 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